Более трех миллиардов рублей в этом году было направлено на ремонт дорог Ивановской области. На что потрачены деньги Дорожного фонда на заседание правительства отчитался зампред Сергей Зобнин. Большие и затрат на объекты разделили на этапы. Несколько лет займет реконструкция автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский в Южском районе, а также Жажлива-Ильинская в Кенишемском и Заволжском районах. На следующий год запланировано завершение строительства западного обхода в областном центре. Отремонтировано 64 километра региональных дорог и 42 километра муниципальных. Правда, власти в районах весь объем выделенных им средств освоить не сумели. Сумму упустили солидную – 125 миллионов рублей. Так, например, неосвоенные средства предусмотрены на ремонт Кузнецкого моста в Кенишме, на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги на селеном пункте Октябрьский на Олгского городского поселения Кенишемского района. В целях повышения эффективности использования муниципалитетным средств субсидий предлагаю воспользоваться практикой федеральных органов по работе с регионами. В 2018 году предусмотреть меры за неиспользование в полном объеме средств субсидий. Активнее внедрять в дорожную схему современные механизмы финансирования. Такую задачу Станислав Воскресенский поставил перед своей командой. Докладчики, в свою очередь, подчеркнули необходимость эффективнее расходовать средства имеющиеся. Звучало, что расходы в дорожной сфере непрозрачны, траты необоснованно завышены. А картина такова. В 2012-м один километр дороги стоил 6 миллионов рублей. В 2017-м аналогичный участок обходился уже почти в 10 миллионов рублей. Приняли постановление правительства вчера о введении расширенного банковского сопровождения всех государственных расходов на дорожное строительство за счет Дорожного фонда Ивановской области. Это инструмент известный, в стране он часто используется. Я надеюсь, что он позволит как раз проконтролировать, как расходуются средства. О своей работе рассказали и активисты Народного фронта. Еще в начале года они запустили интерактивный проект «Карта убитых дорог». Из 450 участков, которые разместили неравнодушные граждане, большую часть отремонтировали. Из ухабов, которые попали в топ-10, 9 привели в нормативное состояние. И только лидер рейтинга был перенесен на следующий год. Одна дорога включена в план работы на 2018 год. Мы просим обратить внимание на эту дорогу, потому что она была лидером голосования. Это дорога к деревне Белоусихо. Она протяженностью более 3 километров отсутствует полностью. И просим обратить внимание, чтобы эта дорога была отремонтирована. А еще представитель Народного фронта рассказал Станиславу Воскресенскому о бездорожье в деревне Калачево Ивановского района. Многодетные семьи получили там участки, выстроили дома, а проехать к ним не могут. Наш телеканал еще летом прошлого года обращал внимание на то, что ни у скорых, ни у пожарных доступа туда нет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.